Дорогие товарищи, здравствуйте! Сегодня 20 июня 2022 года. Я нахожусь в любимой нашей Раковке Береславского района, Херсонской области, ребяточки. Время сейчас 5.20 утра, естественно. Рассвет видели, какой красивый. Но причина сегодняшнего ролика То, что 20 июня это мой день рождения. Мне сегодня исполнилось 63 года. Много или мало, Бог его знает. Жизнь покажет, это мало или много. Все зависимости зависит будет от того, сколько мы проживем еще. И не просто сколько, а как проживем. Так что уже пошли поздравления. И в Вайбере, и в Ватсапе, и в Фейсбуке, и в Одноклассниках, ВКонтакте. Я утром сейчас быстренько просмотрел. Думаю, ладно, не хотел я снимать, конечно, честно говоря. Ничего здесь такого, самое интересного нету, как будто бы. Но сниму, ребяточки. Я принимаю от вас поздравления, конечно. Не пишите глупости только. Но сегодня еще день рождения у моих односельчан. Вот прямо если смотреть, вот видите гнездо Аиста. Там маленькие сидят, аистята. Это у нас единственное гнездо в селе. А за ним вон домик смотрится. Там жила Люда Кожахарь. Ее тоже с ней день рождения, Людочка. Я тебя поздравляю. Ну, если я увижу там родителей, папу или маму, я, конечно, подъеду поближе. Ну, посмотрим, может, и подъеду. Сегодня также день рождения Вадику Касприйскому. Ну, я его сегодня увижу. Поздравлю Вадика. Ну, и самое главное, сегодня день рождения Свети Лыпужихи. Моей подруги, моего детства. Ну, не детства, конечно, а уже молодости. Она меня провожала в армию. Она уже меня поздравила. Светлочка, спасибо, дорогая моя. Я тебя тоже поздравляю, обнимаю. Желаю тебе всего самого-самого хорошего. Что ты сейчас находишься в такой обстановке, что, не дайте Господи, конечно. Ну, так само же и Люда Кожахарь. Где-то с Донецкой и Луганской области. Так что, ребяточки, поздравляю вас. И желаю всего-всего самого лучшего. Ну, и всех, у кого день рождения 20 июня. Обстановка у нас более-менее спокойная. Кто смотрел мой ролик про Новую Каховку вчера, говорит об этом. Я там еще один ролик снял в магазине, где цены и все прочее. Я покажу, наверное, завтра. Потому что два ролика в день выставлять, это уже наглость, конечно. Сменил немножко место локации. Показываю село немножко с другой стороны. Село просыпается. Ну, не очень. Людей еще не видно. Фазаны кричат. Их здесь очень много, ребята. Очень много. Прямо в селе. Ну, еще, ребяточки, я хочу всем пожелать людям, нормальным людям, конечно, ну, и ненормальным, быть, жить всегда в состоянии влюбленности, ребята. Влюбленности. И не обязательно это влюбленность в женщину, там, или женщину в мужчину. Хотя это одно из самых лучших, наверное, влюбленностей в мире. Нужно быть влюбленным в жизнь. Влюбленным птичек. В то фазана. В ту посметишку хохлатую. Хохлатый жавромок которой. В эту природу. Даже в эту степь. Потому что она наша родная степь, ребята. Вы даже не представляете, как сейчас многие люди, которые не живут здесь, далеко-далеко, смотрят на вот эту степь, на этот бывший стовок. Он, углубленность такая. А то мне многие спрашивают, есть ли у вас стовок. Да, был какой-то у нас стовок. Стовок был, наверное, последний раз при Павлово Васильевиче Догане. Здесь стовок такой был, что рыба была, ну, чуть ли не рыб-совхоз был. Капитальный. Ну, а потом, когда Орошение приказало долго жить, стовка нет. И мы надеемся на него только, когда снежные зимы или слишком дожди большие. А так, стовка у нас нет, ребята. Почему у нас и комаров нет? Потому что влаги здесь нет. Посмотрите, передо мной выкошенные люди косили трактором здесь. А вот пшеничка. Какая классная пшеничка, ребята. Ну, правда, что-то край зарос. А вот дальше, смотрите, какая прелесть. Да, она еще не созревшая, но скоро-скоро. И вот, ребята, наглядный пример нашего прапора, нашего флага Украины. Внизу желтые, вверху голубые. Сейчас представьте, пшеничка пожелтеет, а небо голубое. Вот как флаг наш. Красивый, конечно, придуман. Кто-то придумал когда-то очень красиво. Поля бескрайние. Я, правда, не знаю, чьи это поля. Ну, сам факт. Позарастали немножко. В нормальное время тут бы химпрополку сделали, конечно. Ну, сами знаете. Немногие спрашивают почему ты снимаешь такие ролики. Ребята, да я снимаю ролики потому, что я терпеть не могу неправду. У нас в селе процентов 25, наверное, населения уехало из села только по лживым фейкам, вбросам, паническим настроением. Вот завтра будет роковку бомбить, вот завтра камня на камне не будет. Это ж ты там можешь знать чуня-муня, что завтра будет. Да одному Богу известно, что будет завтра. А люди повыезжали. Теперь 99% хочет вернуться назад, локти кусают, а увы, сейчас нет возможности вернуться домой. А у людей и поля стоят, и хозяйство, и техника осталось здесь. Ой, ребята, ребята, вот я поэтому и снимаю, рассказываю, ребята, не чудите. И сейчас идут фейки, уже наши войска под Херсоном скоро освобождать будут. Это скоро с Херсона попрут люди куда-то непонятно, но на Украину не поедут, потому что не пускают. Попрут в Россию, сорвутся с мест насиженных, столько проблем, вы представляете, что такое переехать, бросить все свое и уехать куда-нибудь. Это страшное дело. Да все может быть, может быть, и будут освобождать, никто не спорит, потому что это жизнь, это война идет, понимаете, еще вопрос. Зачем заранее лапшу вешать людям? Я понимаю, что это информационная война, конечно, но надо же тоже о людях подумать как-то. Лучше бы предупредили, что 24 война начнется, тогда лучше бы заранее, хотя бы за пару дней. я так, не будет, не будет, не будет, потом бух, она получилась. Ой, ребяточки, ладно, дорогие мои, я буду заканчивать, конечно. Не забывайте о том, что я сказал о влюбленности. Любите, любите свою работу, любите свое село, любите вот это солнце, которое сошло, вот ту школу нашу, этот ставок бывший любить, этих фазанов, которые кричат, да их здесь, наверное, десятка-два, этих фазанов, куропаток любите, ребята, даже воробьев любите, этих противных, хотя они не противные, они умницы, китайцы об этом знают, о воробьях все. Сейчас, конечно, поеду, до Люды Кожухарьши домой, вон дом ее прямо, если будут родители, сниму, если нет, ребята, значит, закончу ролик. Спасибо за поздравления, всего-всего самого лучшего, будем живы, не помрем. Подъехал, но никого нет, ну, конечно, будить я их не буду, Людочка, это твой дом. А это вот тот проклятый столб, ты поняла, какой. Это А, если только с другой стороны, и сейчас только подержал сюда, какие-то там взрывы в стороне, ну, не взрывы, старты ракет. Ой, не дайте, господи, елки-палки, спаси и сохрани весь мир. Все, ребятчики, будьте здоровы. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.